И так, дамы и господа, нас ждет главный бой вечера! Ваше внимание на экран! Ну, у него, я думаю, не зря такой псевдоним. Это Воин. И он Воин и по характеру, и по духу. И он, ну, я вижу его целеустремленность. Я повторю, я три года назад, когда приходил, помню его. И сейчас я смотрю на него, он проделал очень большую работу. И я думаю, что для него это будет экзамен. Он одержал победу, он завоевал этот пояс, но он его не защитил. И вот эта защита будет как раз вот передо мной. Если он сможет одержать победу у меня, значит, он достойный этого пояса. Но я думаю, что ему надо его будет отдать. Соперник, честно сказать, лучший. Это очень опытный, очень хороший и друг наш, Михаил Малютин. Ну, все равно мы должны драться на ринге. А так в жизни мы с ним дружим, но на ринге будем драться. Первого апреля, как раз в канун нашего боя, будет ровно три года, как я выступаю за клуб Ахмад. Вот три года как раз и мне надо было на то, чтобы подойти к этому бою. Поэтому я думаю, что я постараюсь сделать себе подарок и одержать победу в этом турнире, забрать пояс. Ну, у меня никогда нету со своей стороны недооценки, но соперника тоже никогда недооценивать. Но нельзя, это любой нормальный боец знает. Я хотел бы, конечно, поблагодарить руководство за такой шанс, который они мне дали. И мне все-таки уже 36 лет, и не каждый раз уже можно будет подойти к титульному бою. За три года я провел в лиге, по-моему, около шести боев. И я считаю, что я действительно прецедент за этот пояс. Ну, психологически нету никакой там давки, ничего нету. Как же, так же обычный бой, надо выйти, подраться. Что умею, я покажу, что умеет Малютин себя покажет. Покажем достойный бой. Главное, что пояс останется в клубе Ахмад. Возможно, возможно, кто-то считает, что он лучше. Есть категории людей, которые считают, что действительно у меня достаточно опыта для того, чтобы одержать победу. Но я хочу сказать, что это будет отличный бой. Это будет супер бой. И я призываю всех, кто болеет за Рахмана, кто болеет за меня, включить телевизор или прийти, приехать и посмотреть этот бой. Это будет фантастический бой. Защитить. В каждом бою я буду защищать свой пояс. Несмотря на соперника, пояс до конца моих дней должен остаться у меня. Рахман, поносил пояс и хватит. Передавай другим. Миша, я тебе желаю удачи. Подойди к лучшей форме, к бою. Тебя я жду в клетке. Покажем хороший бой. Уважаемые дамы и господа. Наступил момент, который вы все так долго ждали. Лига WFCA с гордостью представляет вам главное событие вечера. Пятерраундный бой за титул чемпиона WFCA в легчайшем весе. Главный судья. Ахмед Байсултанов, Россия. Судью у клетки. Суфян Хадж-Хаду, Германия. Роланд Джамбол, Словакия. И Роман Дик, Чехия. Ваш судья-хронопедрист. Мартан Мурадов, Россия. И со звуком сирены, ваш рефери в октагоне. Нортин Асри, Германия. Итак, дамы и господа на трибунах. Миллионы фанатов смешанных боев во всем мире. В прямом эфире. С арены спортхола Колизей города Грозного Чеченская Республика. Бой за титул чемпиона. Представляю вам соперников и первым претендента в синем углу клетки. Ему 36 лет. Рост 175 сантиметров. Вес 61,5 килограмм. Его профессиональный рекорд 35 боев при 12 поражениях. Его стиль ММА. Представляющий бойцовский клуб «Ахмат» из Санкт-Петербурга. Приветствуйте! Михаил Мальчутин! Его замерник в красном углу клетки. Обладатель чемпионского пояса. Бойцу 26 лет. Рост 165 сантиметров. Вес 61,7 килограмма. В его активе 22 победы, 4 поражения. И его стиль бокс. Дамы и господа, царствующий на чемпионском троне Лиги WCM в легчайшем весе, представляющий бойцовский клуб «Ахмат» Чичанская республика, приветствуйте! Абдул Рахман, воин Ту-Та-Е! Абдул Рахман, в зрели ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Here we go! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА